С наступлением холодов становится все больше пасмурных дней. С нехваткой солнечного света у людей хуже вырабатывается важное вещество – мелатонин. На фоне этого у большинства появляется чувство апатии, подавленности, отсутствия хорошего настроения. Именно так и появляется зимняя депрессия. Зачастую люди вгоняют себя в нее сами. Интересный факт – в холодное время года люди больше всего обращаются за помощью к специалистам, дабы решить проблему хандры. Многие не знают, как бороться с депрессивным состоянием и принимают решение просто жить с ней. А это неправильно. Есть масса способов отменить зимнюю хандру и начать радоваться зиме. Мы сами себя топим в черных мыслях. Значит, надо каким-то образом сделать все, чтобы в вашу душу зашли какие-то иные образы, представления. То есть вы должны открыться каким-то иным восприятием, отвлечься. То есть загипнотизироваться на что-то, на искусство, на гипноз психотерапевта, который в наушнике, например, на музыку, на общение, на все, что хочешь. Основными причинами проявления апатии ученые считают, что это влияние спада солнечного света. На этом фоне и появляются гормональные изменения в организме человека. Кстати говоря, статистика показывает, что люди заедают свое негативное настроение. Повышение аппетита к сладкому помогает людям чувствовать себя лучше. Верно ли это, по мнению психолога? Отвлекайтесь чем угодно, даже едой. Вот вы кушаете какой-то пирожок хороший, пахучий. Вот вы уже забыли со своих черных мыслей, вам в это время легче. Другой вопрос. Сколько надо пирожков есть, чтобы отвлекаться от мыслей? Можно вообще переесть так, что будут проблемы. Поэтому, с моей точки зрения, сама по себе проблема ожирения автоматически не приводит к депрессиям, конечно. В итоге мы имеем то, что с плохим настроением каждый человек может справиться самостоятельно. Главное помнить, что постоянное пребывание дома и безделья вместо активного отдыха вгонит в депрессию даже оптимиста. Дарья Митина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.